В географии существует ряд разделов, которые являются не только основополагающими, но и наиболее сложными. Географические задачи по теме климат вызывают затруднения даже у самых успешных учеников. В рамках Школы Олимпийского резерва я подготовила одно из занятий по теме атмосферное давление. Конечно, можно, традиционно включив презентацию, организовать работу в школьном классе. Однако сегодня я расскажу об онлайн-сервисе, который помогает мне выстраивать дистанционные занятия с детьми, организуя уроки с соблюдением всех основных принципов обновленного содержания образования. Итак, Padlet – сервис, позволяющий сочетать в себе все преимущества работы в виртуальном кабинете. Цель занятия – оценить значение атмосферного давления в природе, знакомство с историей открытий, связанных с атмосферным давлением, обзор приборов для измерения атмосферного давления, определять факторы, от которых зависит атмосферное давление, ну и, конечно же, решение задач по теме атмосферное давление. Для начала предлагаю ребятам пройти вводное тестирование заданий по теме. Padlet отлично взаимодействует и с другими интернет-ресурсами. Для закрепления материала на обычных уроках я использую Google Формы, которые очень удобны для создания разноуровневых тестовых заданий и вопросов открытого типа. Ссылку на вопросы в Google Формах я прикрепляю тут же на виртуальной странице урока в Padlet. Никаких проблем взаимодействия двух разных сервисов не возникает. Отмечу, что преимуществом Padlet служит тот факт, что проводить запись видео можно непосредственно в самой программе, не обращаясь к сторонним источникам. Это очень удобно и экономит время подготовки к уроку. Все этапы урока следуют в Padlet один за другим. Учитель лишь подготавливает обучающий материал и определяет последовательность ознакомления с материалами занятия. Ресурсы по теме собраны в одном месте. Ученикам не приходится открывать новые вкладки или скачивать документы. Изучение заданий по теме занятия проходит на одной виртуальной странице. Получается, что мы учимся, не выходя из кабинета. Итак, теоретический материал данного задания разбит на подразделы. Так как материалы подготовлены для олимпиадников, то он содержит не только географические основы по теме атмосферное давление. Очень важно углубление знаний и их практическая значимость. Так, изучив факторы, от которых зависит атмосферное давление, ученикам предлагаются яркие логические задания, которые направлены на развитие функциональной грамотности. Обратная связь является инструментом, который не только помогает учителю управлять процессом обучения, но и является действенным индикатором уровня достижения проблем каждого из учащихся. Через своевременное получение информации от учеников учитель посредством обратной связи генерирует наиболее эффективный путь достижения учебных и воспитательных целей. Режим чата в Padlet позволяет мне общаться с учащимися. Окно комментариев открыто для всех участников образовательного процесса. Ребята могут решить задачи в тетради, сфотографировать и прикрепить в виртуальном кабинете или показать решение в комментариях к задаче. Завершая занятие, я предлагаю вновь вернуться к вводному тестированию в качестве рефлексии. Могу продемонстрировать некоторые результаты. К примеру, если до проведения данного занятия Арина набирала лишь 2 балла из 10, то итогом становится явный прогресс – стопроцентное понимание темы занятия. Во время прохождения курсов повышения квалификации на базе филиала Урлео Западно-Казахстанской области я демонстрировала мастер-класс и показывала данное занятие учителям географии нашей области. И в качестве примера обратной связи на этой же странице данного виртуального занятия существуют их отзывы, что мне очень приятно. Мне удалось найти эффективное применение Padlet не только при дистанционном обучении. Мои ученики знакомятся с интерфейсом этого замечательного ресурса на разных этапах урока. Например, ребята с удовольствием исследуют новый материал, формируя авторские тематические онлайн-страницы по естествознанию и географии. Работая в парах и индивидуально, они создают уникальные посты из текстовой, графической и видеоинформации. К защите своих мини-проектов готовятся серьёзно. С Padlet ни один урок не проходит скучно и всегда достигает целей обучения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ветер — это поток воздуха, который перемещается горизонтально. Приборы для измерения атмосферного давления называют «боробитами». На сегодняшний день существует несколько видов приборов для измерения атмосферного давления. Ветер — направление «близа» меняется дважды в сутки. Дневной «близа» струет с моря на разогретые дневными лучами солнца в побережье. Ночной «близа» имеет обратное направление. Скорость «близа» небольшая, составляет 1,5 метров в секунду. Опыт заключается в измерении примитивного культурного параметра первого образца «близа». А.Кулакова Наша тема — приборы для измерения атмосферного давления. Опыт Таринчелли. У нас это опыт Таринчелли. Тут есть видеоролик, который рассказывается. И также есть вот сайт, и вот только когда он раздился, с кем он это все проявляет. Тут есть формула. Вот Таринчелли. У нас всегда в истории физики, как имя человека впервые доказавшего существования атмосферного давления. Видел, как это работает все. Духу запаянную с одного конца наливают в ртузь, а затем опускают открытым концом чашку с ртузь. Часть жидкости из трубки вытекает, но не вся. Она удерживается на определенной высоте. Давление жидкости определяется высотой столба ртузи в трубке. Высота столба ртузи в трубке 760 мм. Это неестественное значение. Надеюсь, я помогла вам окунуться в мир виртуального кабинета в онлайн-сервисе Padlet. Здесь мной разработано более 70 уроков и факультативных занятий. Современный мир невозможен без изучения и применения новых технологий. Я убеждена, что за интеграцией любой предметной области с компьютерными технологиями большое будущее. Мы живем в новом времени, когда организовать урок может учитель, который не только знает теоретический материал по своему предмету, используя современные достижения и методики. Необходимы обширные знания в области ИКТ-технологии, стремление к самообразованию и самосовершенствованию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова